Проработав ровно 100 дней на посту министра строительства Республики Башкортостан, экс-милиционер Ридаль Саетов, который так приглянулся дорогому Радио Фаритовичу, внезапно покинул свой пост по собственному желанию. Надо отдать должное бывшему сельскому милиционеру. Он, в отличие от главы Республики Башкортостан, смог, пускай и не сразу, но все-таки оценить здраво свои перспективы, возможности, а главное риски на этом посту и отказаться от него. Собственно, с самим Саетовым все было понятно заранее, потому что, на мой взгляд, невозможно сделать из бывшего рядового милиционера министра крупного региона, не применив для этого образование или опыт. А вот Хабирова вопросов в связи с этим стало еще больше. И главный вопрос – это до каких пор Радио Фаритович будет руководствоваться исключительно собственными инстинктами и представлениями о прекрасном при принятии важнейших кадровых решений в регионе, собственно, тех решений, которые влияют на жизнь каждого жителя Республики Башкортостан. Довольно быстро стало известно, что новым министром строительства в Республике назначен Сидоркин Владислав Анатольевич. Он только три месяца как отработал в должности заместителя министра все того же строительства и, в общем-то, в большей степени темная лошадка. Кое-что, конечно, про него известно. Во-первых, господин Сидоркин имеет колоссальный опыт работы в строительных организациях, в том числе в государственных и негосударственных, что само по себе, естественно, ценно. Господин Сидоркин точно не человек Хабирова и, по моим сведениям, Радио Фаритович в этот раз принимал минимальное участие в назначении Сидоркина на должность министра строительства. Ну, в целом, так скажем образно, господин Сидоркин пока мне импонирует. Но исключительно по субъективным показателям, хотя бы потому, что мы, например, с ним родились в один день. Согласитесь, это не может быть решающим фактором при оценке такого крупного чиновника, как министра строительства. А вот каким образом дальше будет формироваться репутация господина Сидоркина, каким образом мы будем оценивать его в дальнейшем, мы узнаем, видимо, в ближайшее время, потому что хозяйство Владиславу Анатольевичу досталось, ну, не просто проблемное, а катастрофически проблемное. Приведу только один пример, которых очень много по республике, пример того, какие проблемы нужно будет решать Сидоркину в ближайшее время. Вот возьмем, например, больницу в Мечетлинском районе. Контракт на ее строительство был заключен аж в 2021 году. По плану работы должны были быть выполнены в январе 2023 года. Ну, вы знаете, да, у нас уже на носу август 2023 года, а средства на этом контракте освоены не более чем на 50 процентов. Заказчик на строительстве этой больницы все та же Иксанова Инна, все тот же УКСРБ. Подрядчик некая ООО «Капиталстрой» из Уфы. Срок сдачи повторно сдвинут на 30 ноября 2023 года. УКС и подрядчик запросили 30 процентов на добавки к сумме контракта. А это ни много ни мало 100 миллионов рублей. Где их взять? Вот эту проблему и будет решать Сидоркин. Про бюджет республики мы сегодня еще поговорим. Как известно, правду говорить легко и приятно. Особенно, когда есть обратная связь с аудиторией. А самая достоверная, самая надежная обратная связь с аудиторией – это помощь нашему каналу. Помогать нашему каналу, к сожалению, можно единственным способом, перечисляя деньги на расчетный счет, который мы публикуем везде и всюду, и который очень несложно найти. Уверяю вас, что 100-200 рублей еженедельных пожертвований точно не сделают вас беднее, но точно помогут нашему каналу существовать и выплывать в этом мутном и бурном море дезинформации и лжи. Как любит говаривать дорогой Ради Фаритович, у нас тут подошли статистические данные. И, увы, в этот раз эти статистические данные точно не порадовали бы Ради Фаритовича и вряд ли он о них будет говорить на ближайшей оперативке. А именно, совокупный дефицит бюджета республики Башкортостан за первое полугодие составил аж 14 миллиардов рублей. Доходы 148 миллиардов, а расходы вот 160. На бытовом уровне понять такой разрыв, конечно, достаточно сложно. А Хабиров наивно полагает, что расчетного дефицита в 18 миллиардов рублей возможно будет достигнуть по окончанию 2023 года. Ну, согласитесь, если за первые 6 месяцев прогулять 14 миллиардов рублей, то за вторые 6 месяцев оставшиеся 4 прогулять еще легче. Но, боюсь, что будет не 18, боюсь, что будет 28. Тем временем республика Башкортостан опустилась в федеральном статистическом рейтинге на 37 место по количеству жителей со средним так называемым доходом. Напомню, что как-то раз Владимир Путин высказался, что если человек имеет доход в 17 тысяч рублей в месяц, то это уже средний класс. Ну, нормально так, 170 евро в месяц на человека. Ну, вот так у нас оценивается средний класс. И даже по этому критерию мы на 37 месте в Российской Федерации. Про средний класс где потеряли? Говорили, будет более половины. Послушайте, вы знаете, что такое средний класс? Если вы думаете, что средний класс это так, как живут во Франции, в Германии, либо в Соединенных Штатах, то это не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный. Есть соответствующая методика мирового банка. Она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. У нас таких минимальный размер оплаты труда 11-280, по-моему, в этом году. А средняя зарплата гораздо выше. У нас таких достаточно много. Уверенно свыше 70%. Это не средний, а посредственный класс. Ну, вы знаете, ведь мы должны исходить из реалий. Посредством. Не посредством, а по методике мирового банка. А в довершение картины статистического фиаско пришли данные из ГИБДД по Российской Федерации. Республика Башкортостан занимает шестое место в Федерации по количеству ДТП. Более полутора тысяч ДТП за первое полугодие. Это плюс 8% к показателю 2022 года. И, внимание, третье место в Российской Федерации по пьяным ДТП. Причем по России количество ДТП, совершенных нетрезвыми водителями, сократилось аж на 21%. А вот в Республике Башкортостан выросло по отношению к 2022 году. Ну, что же, так бывает, когда сферой дорожного движения и безопасности дорожного движения в регионе занимается человек, который влечен чем-то совершенно далеким от общественных интересов в области дорог, их безопасности, ремонта и обустройства. И в данном случае я говорю конкретно о господине Клебанове. А тем временем дорогой Ради Фаридович продолжает чудить в свойственной ему манере. Например, на прошедшей неделе он стал зазывать на работу в Белый дом школьника, выигравшего Олимпиаду по химии в Швейцарии. Жители республики искренне удивились такому порыву души губернатора и предположили, что в Белом доме уже и химичить-то некому. Но если серьезно говорить об вот этих вот странных инициативах, то в этих нелепых заявлениях главы региона просматривается как кадровая катастрофа самого Хабирова, так и вся порочная практика присвоения, притягивания любых вообще успехов, которые только он где-то увидел в обозримом пространстве, как говорится, в отсутствии собственных. Мы вынуждены констатировать тот факт, что от дорогого Радия Фаритовича разбегаются, похоже, не только жители республики Башкортостан, рядовые граждане, но и министры, и замминистры, но даже и дикие животные, приглашенные на проживание в республику Башкортостан. Как сообщают туристы, побывавшие в национальном парке Мурадымовское ущелье буквально недавно, парк закрыт на карантин. А местные жители в полголоса рассказывают, что это связано с тем, что треть завезенных из Братской Белоруссии зубров дали дёру в неизвестном направлении. Их уже несколько недель безуспешно разыскивают силами егерей, сотрудников администрации и принудительно рекрутированных на эту деятельность местных жителей. Причем местным жителям никак не компенсируют вот эти трудозатраты по поиску зубров в тайге. Видимо, звери из Белоруссии раньше людей, раньше жителей республики поняли, как они на самом деле попали, попав в объятия господину Хабирову. Ну, надо отметить, что на минуточку каждый из этих зубров обошёлся нашему башкирскому бюджету в 700 тысяч рублей. На минувшей неделе сеть облетели странные картинки, изображающие команду Уфы. Горожане недоумевают, кто и на чьи деньги разработал этот розовый брендбук, и что это за Барби Лэнд образовался у нас на месте городской мэрии. Тем временем, как и предполагалось, гениальные действия Ратмира Мавлеева в части городской логистики и транспорта дали предсказуемо катастрофический результат. Перекрытие Затонской трассы вызвало настолько интенсивную волну возмущения граждан в последние дни, что в панике мэрия решила сегодня, 29 июля, эту самую Затонскую трассу не перекрывать. Я уж не знаю, как там обойдутся глухие спортсмены на велосипедах и где они будут кататься в этот день, но похоже, что в этот раз, хоть и с опозданием, но чиновники мэрии, эти самые Барби-мальчики услышали пожелания уфимцев. А еще выяснилось, что помимо увлечения вот этой розовой Барби темой, Ратмир Мавлеев оказался талантливым учеником ради Хабирова. Конечно, Ратмиру пока еще не по зубам такие масштабные проекты, как устилание целых парковых пространств Араратской лиственницы, но вот тропинку за 100 миллионов рублей он уже может залудить. Стало известно, что мэрия Уфы бабахнет еще 75 миллионов в дополнение к предыдущим миллионам в благоустройство так называемой пешеходной тропы «Уфимское ожерелье». Мнение уфимцев в этом вопросе, конечно же, однозначное. Начинать все-таки нужно с насущного, а не с прекрасного. Ну, например, мог бы Ратмир Мавлеев начать с наведения порядка в сфере общественного транспорта или вывоза мусора. А вот то, как на самом деле уфимская мэрия в реальности стоит на страже общественных интересов и общественных денег, иллюстрирует ситуацию, которая сложилась в городе с жилищным комплексом «Грани» в центре Уфы. История эта довольно давняя, но характерная. Давайте начнем с самого начала. Затеял как-то раз депутат горсовета строить жилье в городе. Ну, известный городской строитель и миллиардер Филюс Ишбулатов с изумительной легкостью и очень недорого получил землю в квадрате улицы Красина, Гафури, Чернышевского. И его строительная компания «Агидель Инвест» начала быстренько и скоренько строить там жилье на продажу. Отметим, очень недешевое жилье. Городские власти в то время должны были по всем законам и правилам озадачить этого самого Филюса строительством вокруг ЖК и на территории, которую он получил, социальной инфраструктуры. Ну, знаете, там всякие школы, там поликлиники, детсады и всякое вот такое. Но почему-то городские власти несколько лет не озадачивали этого Филюса вот подобной социальной нагрузкой, которая, повторюсь, должна быть по закону. Может, руки не доходили у мэрии, да, дел же много, там, тропу, здоровье какое-нибудь строить и так далее. А потом спохватились и давай от этого Филюса депутата горсовета добиваться социальной инфраструктуры и взаимности. Но не добились. Побежали в суд. А суд возьми и вынеси решение, что поезд-то ушел. Сроки давности упущены. И требовать от этого самого замечательного горсоветовского депутата Филюса уже ничего нельзя. Вот кто после этого наши городские управленцы? Ну, не иначе, как какие-нибудь упущенцы. А если серьезно, у меня вопрос, кто ответит за то, что многомиллиардное упущение случилось в мэрии? И вопрос к вам, дорогие зрители. Верите ли вы в то, что мэрия Уфы, депутату горсовета Уфы, взяла и вот так вот случайно простила несколько детских садов, школ и поликлиник? Ну, просто по недоразумению простила. Вы в это верите? Я в это не верю. В Башкортостане не утихают экологические протесты и всевозможные события, связанные с экологией. Многообразие этих протестов и их чистота наводит на совершенно обоснованный вывод о том, что власти попросту игнорируют потребность жителей в приемлемой экологической среде обитания. Ну, посудите сами. Хабиров как будто бы забыл. Как он мокрой курицей стоял со сломанным мегафоном перед разъяренной толпой на Куштау всего три года назад. В эти дни исполняется ровно три года этим событием. А у народа, в свою очередь, все чаще всплывает в сознании такая родная россиянам мысль. Можем повторить. Однако есть и хорошие новости с экологических фронтов. Вот, например, жителям поселка Охлебинино удалось отстоять свое жизненное пространство, и лицензия на разработку песчаногравийной смеси вблизи их жилищ отозвана. Власти ужасно перепугались того, как организованные резко среагировали охлебининцы на эту угрозу. Чего, собственно, и всем желаем. На дворе у нас уже 29 июля. И до момента обещанной стабилизации ситуации в 12 районах и трех городах республики, где введена чрезвычайная ситуация в связи с тем, что Радий Фаритович испортил отношения с хозяйствующими субъектами, так вот до этого момента остается всего двое суток. Но ввоз, а вернее мусоровоз, и ныне там. Мусоровозов в этих 12 районах и трех городах практически так и не видели. Вот, собственно, фото свидетельства того, что происходит в республике с вывозом мусора. Нам очень много присылают фотографий, и мы призываем снова и снова их присылать. Обязательно подписывайте, какие это города, поселки и улицы, на которых находятся вот эти мусорные кучи. Но сегодня вот полюбуйтесь. Языково, Нефтекамск, Бирск, Туймазы и некоторые другие населенные пункты. Вот фото с подтверждением того, как обстоят дела с мусором в этих районах и городах. А сейчас я выступлю в несколько необычном для меня жанре, в жанре публичных обращений. Сегодня я обращаюсь к начальнику ГИБДД по республике Башкортостан, полковнику Севастьянову. Уважаемый Владимир Александрович, от имени жителей центра города Уфы, а именно улиц Ленина и Карла Маркса, прошу вас обеспечить правопорядок в области безопасности движения транспорта в ночное время по улицам Ленина и улицы Карла Маркса. Как мы все, кто живут в этом районе, знаем, что ежедневно практически, в том числе и в будние дни, а особенно выходные, после часа ночи на этих улицах проходят несанкционированные гонки на автомобилях. Просим вас пресечь эти явные нарушения правил дорожного движения и обеспечить, как говорится, спокойный сон гражданам. Отмечаем, что для эффективного воздействия на нарушителей вот в этой части необходим системный подход, а именно дежурство сотрудников на протяжении нескольких ночей на Ленина и на Карла Маркса. Приезжайте, если хотите, посмотрите сами, что здесь творится, послушайте, посмотрите. Завтра, 30 июля в 21.00, как обычно, каждую вторую неделю месяца состоится 87-й стрим открытой политики. Всех призываю завтра вечером подключиться к нашему эфиру, поговорим, послушаем ваши вопросы, ответим на них. Вопросы можно присылать и заранее, и самый эффективный способ – это написать их в комментариях вот к этому нашему сегодняшнему видео от 29 июля. Напоминаю нашим зрителям о необходимости подписываться на канал «Открытая политика» на Ютьюбе, а также на наш телеграм-канал, который также называется, как и на Ютьюбе, «Открытая политика». Примерно каждый тысячный житель Республики Башкортостан уже подписан на наш телеграм-канал, так что подпишитесь и вы. Там интересно, весело и разнообразно. Субтитры создавал DimaTorzok